Кубок мира среди любительских и ветеранских команд проводится раз в четыре года в странах Европы и в Канаде. И вот впервые в России выбран наш Сочи. Здесь в Олимпийском парке матчи проходят на семи катках. Задействованы два катка и на Красной Поляне. Игры идут одна за другой с 9 утра до 9 вечера. Промежутки между матчами 15 минут. Попал Сочи в турнирный календарь совсем не запланировано. В прошлом году, в 2018-м, должен был проходить турнир в городе Будапешт, в Венгрии. Но, к сожалению, наши коллеги, венгерские друзья, не смогли его провести по техническим и финансовым причинам. И в спешном порядке турнир принимает город Сочи. Если раньше в Кубке мира принимало участие до 60 команд из Европы и Северной Америки, то в Сочи приехало в два раза меньше. В основном россияне. Из зарубежных только две команды из Латвии, команды из Донецкой Республики и отдельные игроки из Словении. Соревнования проходят в трех возрастных категориях. От 19 до 35 лет, от 35 до 50 и старше 50 лет. У нас много кто играет в хоккей. Ну и поддерживаем форму. Все-таки, если вы заметили, то у нас 50 плюс дивизион. Надеемся еще так и в 70 плюс поучаствовать. А чтобы дольше прожить, больше двигаемся, легче живется. Все отлично. Среди игроков латвийские хоккеисты издалека разглядели российского артиста театра и кино Марата Башарова. Но это было накануне. Башарик там бегал, носился. Молодец. На фигурном катании он учился. Вышел на поле, что-то творил. Так что все в порядке. Башар, привет. А на льду тем временем продолжается борьба за неофициальный титул чемпионов мира. Турнир продлится до 20 апреля. Кстати, в Ледовый дворец Айсберг вход для зрителей свободный. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКП.